Долгожданный разбор задач из программы 179-й школы. Конечно, они уже разобраны в комментариях, в первый же день все. Но, наверное, широкой публике интересно будет послушать в моем исполнении все решения. А потом, если что-то недопонято, на самом деле можно вернуться в тот ролик и просто посмотреть очень хорошо описанные, подробно предложенные решения, абсолютно верные некоторых из наших подписчиков, которым огромное спасибо за участие и за решение задач. Итак, первая задача, если мне не изменяет память, заключалась в том, чтобы придумать сумму кубов с помощью некой геометрической картины, то есть найти, чему равно 1 в кубе плюс 2 в кубе плюс так далее, плюс n в кубе с помощью какой-то замкнутой такой формулы, зависящей от n. И в помощь предлагалась таблица умножения Пифагора. А что такое таблица умножения Пифагора? Это такая таблица, в которой 1 означал высоту 1, 2, означал высоту 2, 3, означал высоту 3, 4, означал высоту 4 и так далее. Тут тоже 1, соответственно, означал ширину 1. Число 2 означало, что ширина должна быть теперь 2. Интересно, насколько я масштабно это все сейчас исполняю, мне даже самому интересно. Итш, ну уже видно, что не масштабно здесь должен был быть квадрат. Вот, ну и так далее до n. Ну и получалась такая вот прямоугольная огромная таблица умножения. А в чем заключается ее, так сказать, табличность? В том, что вот здесь стоит дважды 4 клеточек, потому что прямоугольник с высотой 2 и шириной 4, как раз площадь равна 2 умножить на 4. Определение площади таково, на самом деле, площадь, то есть определение операции умножения, это что такое? Это просто площадь прямоугольника с соответствующими двумя сторонами. Поэтому просто можно посчитать по клеточкам, вот тут будет такой прямоугольничек, ну сами посчитайте, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А теперь давайте поймем, во-первых, чему равна его площадь, вот всей вот этой таблице умножения Пифагора, которую каждый ребенок может выполнить сам. Кстати, и Мишенька, и Света, они именно так, моих детей, да, пятерых, двое интересующиеся математикой сильно, да, они вот именно так к ней и приходили. А еще в детском саду. Значит, что мы хотим сейчас посчитать? Мы хотим посчитать полное количество клеточек здесь, то есть площадь этого квадрата здоровенного. Ну, ввести мы понятно, чему она равна. 1 плюс 2 плюс так далее плюс n, да, это количество клеточек в стороне. И все это возведенное в квадрат. Ну, или, зная формулу для этой, для этой шняги, да, n на n плюс 1 пополам, и все это возведенное в квадрат. Вот такая получается формула для количества клеточек. А теперь я нагло утверждаю, что это тоже, что вот эта вот сумма тоже равна количеству клеточек в этой всей таблице. Ну, давайте в этом убедимся. Сейчас мы проведем здесь черту, как делает Сергей Горчинский. Потому что справа будет разбор следующей задачи. Итак, я теперь буду по-другому считать. Вот здесь одна клеточка, никто не поспорит, да? Конечно, это так, пятачок. Я тоже так думаю, да, как сказал Винни-Пух. Вот здесь одна клеточка, но одна это 1 в кубе. Ну, трудно тут спорить. А вот теперь посмотрите сюда. Ну, вот я утверждаю, что здесь 2 в кубе клеточек. Хотя, конечно, можно просто взять и вычистить из 9 и 1, получить 8 и заметить, что это 2 в кубе. Но нам нужно понять, почему это 2 в кубе из каких-то иных, как бы, соображений, да? Из иных соображений. Вот. Ну, вот давайте попробуем сделать. Дело в том, что здесь получается, вот если я так, как бы, разобью, вот это вот у меня будет, здесь ширина 2, да? А дальше получается, значит, у меня вот здесь, значит, идет, здесь 1 раз по 2, так? Здесь 2 раза по 2, а здесь опять 1 раз по 2. То есть, получается что? Нет, мне все-таки придется использовать правую часть, потом мы все сотрем. Получается 2 умножить на 1, плюс 2 умножить на 2, плюс снова 2 умножить на 1. Пока непонятно, почему это должно быть то, что нам нужно. 2 на 1, плюс 2, плюс 1. Да. Хорошо, ну давайте подумаем про 3. Что будет написано здесь? Смотрите, 3 на 1, плюс 3 на 2, плюс 3 на 3, плюс снова 3 на 2, это уже вертикалово пошло, плюс 3 на 1, то есть 3 умножается на сумму 1, плюс 2, плюс 3, плюс 2, плюс 1. И вот, ну опять же, можно проверить, что это 3 в кубе, посчитав клетки, но я хочу, собственно, утверждать, что для любого n, для любого k, вот такая сумма будет верна, для любого k будет верно вот такое тождество, да? k в кубе равно k на 1, плюс k на 2, плюс k на 3, плюс так далее, плюс k на k, и плюс обратно, k на k минус 1, и так далее, до, соответственно, k на 1. Ну, это, понятно, это равносильно утверждению, что k квадрат, оказывается, равно 1, плюс 2, плюс 3, плюс так далее, плюс k минус 1, плюс k, плюс k минус 1, плюс так далее, плюс там 2, плюс 1. То есть, все, что осталось доказать, чтобы утверждать, что вот это равно n на n плюс 1 пополам в квадрате, все, что нам осталось утверждать, это осталось доказать, что вот в таком столбике находится, вот в таком k там столбике находится ровно k в кубе клеточек, а это то же самое, что вот эта вот сумма, которую я вот, вот этот вот, так сказать, столбик, я вот так вот представил, что вот эта сумма, да, после сокращения k дает формулу, вот такую вот, что вот эта формула верна, что k квадрат равно сумме вот такого вот возрастающего и потом убывающего ряда, такой лесенки вверх и вниз, да, лесенки для упражнений, забежал и сбежал, вот. Ну и тогда будет понятно, что вот как раз до n мы суммируем эти кубы, и, соответственно, получается, что площадь равна этой формуле. Ну что, это тоже геометрия, как вы понимаете. Вот квадрат k на k. Вот, значит, мы его вот так разбиваем, 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 так далее, так далее, разбили. И что мы теперь делаем, чтобы убедиться, что справа стоит площадь этого квадрата, а мы вот так по диагоналям считаем, вот эту номер один, молния пронзила, да, на второй диагонали 2, на третьей диагонали 3, на четвертой 4, на k этой диагонали, естественно, ровно k, да, потом на следующий опять k минус 1, так далее, так далее, опять 2 и опять 1. То есть очевидно, что по-другому, так сказать, манипулируя способом подсчета клеточек, мы убеждаемся в справедливости каких-то удивительных и довольно сложных формул. Вот видите, одна геометрическая картинка, посчитанная разными способами, другая геометрическая картинка, посчитанная разными способами. Ну, все очевидно и здесь, и здесь, а результат совершенно не очевидный. А теперь, завершая этот ролик, первый из роликов с разборами задач, я хочу открыть вам страшную тайну. В детстве, когда я увлекался вот такой вот математикой, я обожал вот эти геометрические картинки, мы с папой все время это все рисовали, еще до школы фактически, да, ну там в первых классах, я вдруг, я спросил папу, слушай, а вот ведь если я нарисую это в нмерном пространстве, да, ну в трехмерном пространстве будут кубы, у них там будет как-то что-то там считаться, а в нмерном это н-ные степени. Папа, нельзя как-нибудь так доказать великую теремию Ферма? Вот, на что папа сказал, что он не знает, но для этого нужно нмерное зрение. То есть, может быть, Ферма имел такое нмерное зрение, с помощью которых он сумел хитроумным способом посчитать количество кубиков в нмерном кубе, да, и таким образом доказать, что он не может быть, как бы, вот из него нельзя составить два меньших кубика, в чем и заключается, собственно, великая теорема Ферма. Ну вот это остается за кадром, это неизвестно, понятно, я в этом, в третьем или каком-то там классе не преуспел, и впоследствии появилось великое доказательство, великая теорема Ферма и Андрю Уайлса. Вот такие дела. Вообще, эта геометрия картинок, она, с нее начинается математика, да, с чего начинается Родина. Вот, а математика, она начинается вот с таких наблюдений и подсчета там каких-то, просто подсчета площадей разными способами, подсчета числа вариантов и т.д. Почему и парят этим, значит, мозги всем матшкольникам, ну, 179-й школы, а так-то Москвы, Питера, ну и всех главных школ России. Вот. Маткульт, привет! Субтитры сделал DimaTorzok